Андрей Сидельников, специалист, журналист, но уже давно политик, который разыскивает недвижимость всяких плохих русских. В основном в Америке, да, Андрей? Ну, нет, нет, конечно, не в Америке. Приветствую, Глеб, приветствую всех зрителей. Нет, ну, я, во-первых, 16 лет проживаю в Великобритании. Я был первым, наверное, да, политическим активистом, который уехал на Запад и получил политическое убежище. Это были травяные времена, конец 2007 года. Сам понимаешь, что это, в общем-то, мало, а можно было предугадать то, что будет происходить, когда, в общем-то, у меня как раз не было с этим проблемой. И, в общем-то, мои даже самые худшие какие-то там ожидания или анализ, он оправдывал все эти года. Вот, мы начинали с Великобритании, естественно, где мне было просто удобней это все. И информация, естественно, и доехать было проще. Я провел, вот, когда полумасштабное утажение началось, я провел такое небольшое расследование. И ряд особняков разных людей в Лондоне заснимал, рассказывал это в разных эфирах. Вот, и подобный эфир, как бы, подобная информация, в общем-то, расследование было, как раз, сделано еще летом этого года. По Соединенным Штатам, вот, планируются и другие страны тоже, в общем-то. У Шария, кстати, действительно, в Испании, в Барселоне, это его личный дом. Я так понимаю, что это деньги, выплаченные были в свое время российскими спецслужбами, на которых он работал все эти годы. Вот, ну, да, для меня это было новость, что закидали. Там недавно, буквально на прошлой неделе, по-моему, там кто-то рядом с домом перцовым баллончиком, значит, глаза залил. Ну, а сейчас вот даже, как бы, закидали. Все правильно совершенно, потому что, во-первых, на Шария открыты уголовные дела, и, конечно же, необходимо там имущество, там, не только его вообще конфисковать. Ну, вот у нас новая организация появляется сейчас, это Международный санкционный комитет. И, в общем-то, как раз одно из направлений этого комитета будет не только включение в санкционные списки людей, чем мы занимаемся уже и без разных комитетов. В разных странах есть огромное количество активистов, которые занимаются действительно включением тех или иных имен российских пособников в эти санкционные листы. Ну, и одна из главных задач уже будет, что еще не происходило пока на Международной арене, именно конфискация, подготовка к конфискации имущества пособников Владимира Путина. Это не обязательно олигархи, это просто вот люди, которые там уже в санкционных списках, это просто легче будет проводить через разные страны. Ну, и, соответственно, вновь открывшихся обстоятельств, новые какие-то лица. Вот буквально на днях, кто-то купил глобальный Форбс, я бы еще не проверял, например, есть ли он в санкционных списках или нет. Нет, значит, будет обязательно. Соответственно, как бы будем разыскивать имущество. Ну, это такое, ну, долгая, нудная работа, но и кто-то должен заниматься. Ну, вот, так что, да, ну, в Америке, честно говоря, вот у меня, я понимал, что масштабы огромные, да, но, наверное, у меня самого не было представления о том, что вообще происходит, потому что мы все знаем, там, допустим, ну, 20, ну, 30, там, этого российского Форбс имен, да, а ведь это просто верхушка Альберга. То есть люди, обладая миллионными, миллиардными состояниями, не находятся в публичной плоскости и живут себе спокойно и в Соединенных Штатах, и по всему миру, и о них действительно мало кто чего знает. Мы когда там обнаруживали те или иные дома, или особняки, квартиры, ну, в общем-то, действительно, некоторых, ну, просто даже я, человек, который 30 лет занимается общественно-политической деятельностью, даже в первый раз какие-то имена просто слышал. Ну, вот, а потом начинаешь расследовать, уже там, глаза на лоб лезут, какими миллиардными состояниями они обладают и вообще, действительно, припеваючи, живут в Соединенных Штатах своими семьями. Андрей, прежде чем мы будем смотреть вот эти вот красивые домики, я хотел посмотреть одно видео Киркорова, которое звучит так, как будто он просто стал оппозиционером и просто против Маргариты Симоньян. Самой Симоньян выступает. А это видео действительно появилось в прошлом... Смельчак. Страшный Симоньян, причем он это видео, по-моему, мая прошлого года, то есть война уже шла там 4 месяца, и вот он такое говорит в адрес самой Симоньян, которая, ну, в общем-то, так сказать, если не первая пропагандистка в России, то и не вторая, скажем так. Вот ты послушай, давай вместе, так сказать, послушаем, что у нас, так сказать, говорит этот прекрасный человек. Маргарита Симоньян в одном из телевизионных шоу очень милецеприятно высказалась в адрес моих коллег, Максим Игалкин и Алла Пугачева. Для чего? Ты держала слишком, чтобы публично очернять человека и его семью? Как на тебя должны смотреть дети Аллы и Максим? Как они должны смотреть на свою родину, в которой оголтелые выкрикивают такое на их родителей? Как ты смеешь публично унижать людей? Кто дал тебе право? Маргарита, ты главный редактор рупора нашей страны. Ты не имеешь права сеять раздум. Ты журналист, а не похабная бабка на базаре, разбрасывающая нечистоты с луком и сплети. Я живу по принципу, делай так, как ты хочешь, чтобы с тобой поступали. И я сейчас не уверен, что не найдутся люди, желающие покопаться и выкинуть на публичный суд твое грязное белье. А грешки-то есть у каждого. Мы не святые. И если каждый человек в нашей стране задумается об этом, то и нам жить станет хоть на чуточку легче. Для всех злорадствующих вы должны сожалеть, что сейчас под вашим гнетом, клейми, шапкозакидательским настроем. Большие профессионалы уезжают, и вместо того, чтобы создать условия к обратному потоку, вы усложняете и им, и себе жизнь. Ковид нас научил. Только вместе, только сообща, мы можем все преодолеть. Перестаньте отрезать куски от нашего общества. Останется один скелет, на котором с удовольствием спляшет. Герой. Мощно, правда? Да. Ты понимаешь? Во-первых, у него достаточно активов за пределами России. Он давно, не секрет, является пособником режима. Он ездит выступать в аннексированный Крым, получает, соответственно, гонорары за это, об этом уже нарушая уголовное законодательство Украины. Он сейчас находится в том состоянии, что вот его особняк в Майами, который сейчас, по-моему, стоит порядка 10 миллионов долларов. Я надеюсь, нам его сейчас покажут уже, да? Да, арест, арест, арест будет. Во всяком случае, мы готовим это, как один из кейсов, для того, чтобы именно это имущество, вот этот дом, да, вот, находится в хорошем месте очень, рядом с домом Гольф Поля. Вот, да, нам удалось вот снять с этого дрона, значит, весь его особняк, мы поговорили с соседями, в общем-то, он там не появляется уже давно. Въезд, я так понимаю, в Америку мы сейчас, если не перекрыт, то как намекнули, что могут быть проблемы со въездом, но так или иначе, этот дом принадлежит ему, двоим его детям и какой-то женщине. Я не знаю, в каких отношениях он с этой женщиной, дом официально записан на 4 человек, мы подняли документы, у нас есть вся информация по этой недвижимости, когда она приобреталась, насколько приобреталась, какое сегодня состояние, ну, в общем-то, то есть это легальная информация вся, ну, это уже, это уже другое, это уже Берли Хиллс, мы переместились, это дом, вот, фотографии были до этого, это был, кстати, дом главы Мослифта. Его, по-моему, звали... Это потом, не надо, не надо, не надо усложнять, давай, давай все-таки мы про Киркорова договорим. Дело в том, что вот этот вот особняк, ты же говорил, по-моему, что он стоит там 5 миллионов долларов, нет, или я что-то ошибаюсь? За 4,8 он его приобретал, по-моему, в 2012 году, сейчас я цифрами, честно говоря, не очень, как бы, могу ошибаться по конкретным цифрам, но да, вот, за время он, как бы, в коммерческой стоимости поднялся, он сейчас около 10 миллионов стоит, вот, но это, опять-таки, средняя цена по рынку, поэтому здесь, опять, рынок всегда в Америке регулирует эти цены, так что здесь это не... Это хорошее было его вложение, хотя мне сказали риэлторы майамские о том, что в тот момент, когда он покупал, его надули, он переплатил немножко. Ну, как мы видим, время, в общем-то, ему дало прибыль определенную. Так вот, этот, значит, чтобы он не смог продать его, мы сейчас будем пытаться вносить его в санкционные списки. Летом, кстати, как раз в момент того, когда я находился, ну, почти непосредственно в близости от его дома, пришла информация тогда, что Канада его включила в санкционные списки. В Соединенных Штатах он пока вне санкций, вот мы планируем его внести в санкционные списки, и последующий этап, это, соответственно, арест этого имущества. Ну, а в дальнейшем уже, если получится, действительно заниматься уже конфискацией, но это будут решать уже органы Соединенных Штатов. В нашу вот компетенцию, конечно, конфискация не входит, мы должны просто подготавливать, комитет международный будет подготавливать кейсы, дела для передачи как раз в органы той или иной страны, которые будут заниматься конфискацией. То есть у нас уже есть предварительные договоренности и с Великобританией органами, и с Соединенными Штатами, вот будем дальше и с Европейским Союзом как-то обозначаться. Но так или иначе, мы убеждены, что имущество, которое сегодня находится за рубежом у пособников режима Владимира Путина, оно должно быть конфисковано, конфисковано у них. Не просто заморозить, а должны конфисковать. И это будут, это колоссальные деньги, которые помогут потом восстановить Украину после того, как украинский народ победит в этой войне. Так что здесь как раз очень хороший метод для того, чтобы налогоплательщики европейских стран или стран-коалиции союзников Рамштейн не платили потом за восстановление. Андрей, мы сейчас обсудим, насколько это реально, чтобы конфисковали, потому что, по-моему, таких прецедентов по миру не было, хотя уже не было. Вот, вот, вот. Но сначала посмотрим еще немножечко Киркорова, когда уже он не герой, а ровно наоборот. Это, так сказать, его украинцы подлавливают в Монако на отдыхе, а вначале он сам говорит о том, что он в Крым собирается на концерт или нет. Что он на концерте, у него там катарсис произошел или оргазм, я уж не знаю как. Вот, значит, слушайте, сначала оргазм Киркорова, а потом как ему устроили оргазм на улицах Монако, где он гулял прошлым летом. Давайте посмотрим, а потом обсудим юридическую часть. В своем концерте произошла магия. Мы вместе стали единым целым. Нам сейчас как никогда важно сплотиться. Вместе мы огромная сила. Я держу путь в Крым. Слава Украине! Делаем слава! Крыса, Кирюша! Ну вот смотри, Андрей, ведь никогда и нигде не отнимали еще недвижимость у всяких там волков, таких-сяких. Вот смотри, сейчас же весь мир стоит на ушах из-за Палестины, Хамаса и так далее. А ведь мы знаем, что был такой террорист, уже, правда, на тот свет отправился, Ясер Арафат. И когда он помер, так сказать, его там долго не объявляли о смерти, потому что его там жена и наследники делили огромное количество недвижимости, особняков. И ведь смотри, гробовая тишина. Хотя эти террористы устраивали свои теракты там лет 50 подряд, да, как минимум, да, если не все 75, да. Почему ты думаешь, что сейчас будет по-другому с активами русских, так сказать, да даже не то, что первых лиц, а всего-навсего подпевал? Ну, во-первых, потому что есть команды людей, которые занимаются этим. Вот под лежащий камень вода не течет. Вот дойти для, во-первых, санкционных вещей, да, было очень сложно. Я много лет занимаюсь санкциями. И, в общем-то, пробиться, честно могу сказать, было очень сложно. При встречах в Америке с политиками, там, сенаторами, там, депутатами парламентов европейских, всегда вот была вот эта озабоченность, проявляли они ее. Но дальше не заходили. Как только началось полномасштабное вторжение, вот прям полномасштабное вторжение, да, что дало новое дыхание санкциям. Потому что 2014 года, когда началась война, и аннексировали Крым, санкции были применены вот к России, там, к организациям и всем остальным. Но они действительно были тогда неэффективны, и очень, как бы, нехотя европейское сообщество, там, и американская элита вводила эти санкции, потому что это, все-таки, завязано на огромных деньгах. Ну, нужно понимать, например, Германия, да, времен Меркель. Но ведь Путину удалось скупить политическую, экономическую элиту в большинстве, там, процентов 70 это было, и воспевали его, да. Ему удалось усыпить бдительность Ангела Меркель, которая, в общем-то, на мой взгляд, и виновна в начале полномасштабного вторжения. Потому что они закрывали глаза на все, что происходит в России, на нарушение прав и свобод граждан, на преследование. Да, конечно, по каким-то случаям высказывались, не могли молчать, как говорится. Но, в общем-то, их устраивало, да, деньги, газ и все, все с этим связано. Сегодня же тенденция поменялась. Действительно, больше полутора лет уже идет война. И конца края не видно. Налогоплательщики европейские, американские, ну, в общем-то, что здесь скрывать, платят достаточные суммы на поддержку Украины. Так или иначе, государства ведь это со своих граждан берут. И тоже нужно, и, кстати, Путин очень хорошо в контрпропаганде это пользуется и вбрасывает в теряные государства через средства массовой информации, значит, вот ту риторию, которая необходима как раз по методическому Кремля рассылается. И мы видим, как попытки вот этого воздействия на общество разных стран. Поэтому, действительно, прецедентов таких не было. Но, вот, опять-таки, проводя огромное количество встреч уже долгое время с теми или иными политиками, чиновниками в разных странах, ну, у меня есть четкое понимание, что, во-первых, этот процесс надо начинать. Начинать его надо с каких-то громких дел. У нас уже есть, в общем-то, что здесь тоже скрывать не буду. Мы хотим сделать кейс Фридмана показательной поркой, чтобы все, что у него есть за пределами Российской Федерации, чтобы все его активы полностью, в стопроцентном варианте, были конфискованы. Я считаю, что этот кейс будет очень удачный, в связи с тем, что, в общем-то, он такие попытки колоссальные проводил, и столько денег тратил для того, чтобы оттащить себя от каких-то санкционных списков, как бы, обелить. А в итоге закончилось тем, что уже, как бы, летом Соединенные Штаты внесли его список, ну, и все, как бы, соответственно, КамАЗ, компанию из Альпы. И он сейчас уехал обратно в Россию, а в Россию он не появлялся, по-моему, 16-17-го года, вообще ни разу не заезжал. Вот. Так что, показательную порку нужно будет сделать, и потом, после прецедентов, уже будет легче, действительно. Понятно, что не всех можно это сделать, понятно, что они будут сопротивляться, понятно, что у них колоссальные финансы, колоссальное влияние и все остальное. Но это, я считаю, справедливо и правильный путь. Они должны понести наказание в том или ином виде, а самое главное для них наказание – это лишить их всех этих коррупционных воровных средств. Андрей, очень сложно с Фридманом, то есть ты на такого кита замахнулся. Он один из самых эффективных российских миллиардеров. Это просто невероятно, ну, прямо скажем, талантливый человек, который умеет, так сказать, делать бизнес в самые жесткие 90-е. Тут как бы, не знаю, у кого вообще на свете хватит сил победить такого человека. А вот то, что его заталкивают обратно к Путину и многих других заталкивают к Путину, фиг его знает, насколько это все хорошо для, так сказать, мира и для дела прогресса. Давай сейчас спустимся чуть-чуть пониже уровнем и посмотрим одну очень красивую девушку, которую, ну, опять-таки, я благодаря тебе узнал, какая-то Наталья Кушпита, по-моему, да, фамилия? Она, значит, по-моему, там, да, любовница, по-моему, кого-то, что там, вице-губернатора Севастополя. Севастополя, да. И вот, что я от тебя услышал, что она живет в Майами, и ее риэлторское то ли агентство, то ли личные функции заключаются в том, чтобы черный нал, так сказать, отгружать в больших количествах, которые заходят, видимо, из России, а может, из других стран, и на них покупать какую-то недвижимость. И вот я у тебя хотел понять, слушай, Америка, она же вся такая прозрачная, там с черным налом огромные проблемы, народ там мается, то есть чемодан денег в Америке это просто, ну, агромешный, у них, так сказать, накаточка без нал. Это не совсем так, на самом деле. То есть что, можно купить за миллион долларов, оформить особняк, который на самом деле стоит семь, и остальные шесть отдать в чемодане, и это никакая американская власть на это не обратит внимания, это нормально прокатывать? Дело в том, что если это неизвестные имена, скажем так, да, вот я понятия не имел о ней совершенно, и кто это такая. Ну вот, и там таких, как она, огромное количество. Там целые кланы уже существуют по отмывке этих денег, по большому счету. Там с лицензиями адвокат, это все же оформляется официально, да, то есть ты заплатить наличкой ты можешь. Но это, опять-таки, договоренность, и здесь уже, к большому сожалению, в общем-то, люди идут на то, что налом, получается, они покупают это, то есть они получают деньги за свою недвижимость, да, и они получают в большем объеме, чем это было бы, они продали через рынок. Это первое. Во-вторых, конечно, не с каждым это может пройти. Это не значит, что можно приехать с чемоданом денег, да, и ты прям вот сразу же все это купишь. Нет. Но это целые сети в разных штатах. Вот, например, это очень распространено вот как раз во Флориде, это Майами, в Нью-Йорке это распространено, распространено в Лос-Анджелесе, соответственно, там совсем другие цены. То есть, например, то, что кажется шикарным и действительно там эффективным, но очень дорогим в Майами, например, как бы, ну вот безумные стоят дома у кого Беверли Хиллса, а там огромное количество россиян, как оказалось. То есть, кто бы мог подумать. Вот это вот, был сериал такой, Беверли Хиллс 90-210. Давно. Вот это посткод. 90-210 это посткод. Это один из самых престижнейших мест в Америке. И там, соответственно, как бы маленький кулочок земли стоит просто какие-то колоссальные миллионы. Ну и эти наши россияне, естественно, там известные и неизвестные в основном, неизвестные, очень любят вот так покупать особняки, причем с каким-то вычурностью. Там вот этот особняк Носова я снимал, который застрелился год назад. А вот смогут сейчас ли нам найти режиссера? У нас сейчас по плану идет генерал Петухов, но вдруг... Петухов в Майами, генерал Петухов, да, Петухов был в Майами. Не-не-не, не это видео категорически. Я же... Смотрите, да? Давайте не будем путаться, да, все-таки. Просто ты завел речь про Беверли Хиллс и все на свете, и про особняк Босова, миллиардера российского предпринимателя, который покончил с собой. И там действительно особняк за 125 миллионов долларов. Но давай пойдем по плану, потому что иначе, так сказать, народ не найдет. Давай, конечно. Давай генерал Петухов. Это бывший первый зам, по-моему, министра внутренних дел, да, и начальник управления по борьбе с организованной преступностью. Преступностью, да. Но очень давно, Андрей, давно. Давно. Давно, совершенно верно. Но каким-то образом получает деньги и сегодня, не находясь на этой должности. То есть, получается, знаете, как воры в законе же есть, которые сами не воруют, да, а только на общаках сидят. Так вот, я как понимаю, что он в свое время построил такую систему, которая позволяет ему крышевать сегодня те или иные предприятия, и получать колоссальные доходы, в общем-то, вымогая деньги там и у предпринимателей, соответственно, это вдоль и нынешнего руководства МВД, вдоль и правительства, и администрации президента. Тоже нужно понимать, что это все там звезды одной большой-большой вот этой коррупционной схемы, построенной в России.